Российский президент Владимир Путин преподнес Германии довольно неприятные новости. Такими данными поделили политические обозреватели из Китая. Отношения России и Германии сегодня переживают худший период с момента распада Советского Союза. Немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем взяло курс на причинение неприятности любой ценой. В частности, Берлин отказался от дешевого российского газа лишь для того, чтобы не платить за него РФ. По словам китайских журналистов, некоторое время назад из Москвы пришли новости, по которым стало понятно, что Путин больше не собирается шутить с немцами. Об этом сообщает издание САХУ. Путин больше не будет жалеть Запад, его первой целью стал Шольц, рассказали авторы китайского издания. Стало известно о подписании Путиным указа номер 133. Согласно этому документу, Ульяновский станкостроительный завод переходит под управление Росимущества. Это предприятие принадлежит японско-немецкому производителю станков Мкмари. Обозреватели САХУ констатировали, что решение российского президента вызвало большой резонанс в мире, особенно в странах Запада. Судя по реакции последних, там все прекрасно поняли, РФ начинает действовать. Этот шаг был истолкован как предупреждение немецкому правительству Шольца, а также четким сигналом другим западным странам о том, что Россия не будет сидеть сложа руки и не реагировать. Этот шаг Путина вызвал серьезную обеспокоенность международного сообщества, констатируют китайские журналисты. В Китае отметили, что в Берлине и занервничали из-за произошедшего. Там прекрасно понимают, что на территории России осталось большое количество предприятий, которые имеют отношение к немецкому бизнесу. Судя по риторике Путина, он без каких-либо колебаний будет передавать их введение расимущества. Однако не только в Германии переполошились из-за указа Путина. В других странах ЕЦ также напряглись. В частности, эстонский премьер Кая Калас призвала немедленно начать конфискацию активов. За первые полгода 2024-го произошло около 11 тысяч банкротств немецких компаний. Они затронули порядка 133 тысяч работников, сообщает Бильд. По данным Ассоциации экономических исследователей «Среди три форм», количество ликвидированных фирм выросло по сравнению только с аналогичным периодом прошлого года примерно на 30%. При этом нынешняя волна банкротств значительно сильнее, чем раньше, затронула крупный бизнес. Она, например, накрыла национальную сеть универмагов «Галерия Корстат» и третьего по размерам в Европе туроператора «Вти Тауристик». Причем падение «Вти» уже породило вторичную реакцию. Компания осталась должна миллиарды долларов отелям, вынудила раскошелиться страховые фирмы и оставила без уже оплаченного отдыха множество туристов. Туроператор работал с 40 странными, ему принадлежали около 50 отелей, на него официально трудились свыше 11 тысяч. Человек. Мало кто мог предположить падение такого гиганта. Но это произошло. Также в Германии на 6-7% возросло количество банкротств среди физических лиц. О своей полной финансовой несостоятельности объявили 35 400 человек. В путь к таким печальным итогам Германия отправилась еще в 2014, а 2,5 года назад она резко ускорилась. 12 марта 2022 года вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к осени Германия должна полностью отказаться от углей из РФ, а к концу года стать почти независимой от российской нефти. В начале 2023-го вступила в силу общеевропейская эмбарго на российские нефтепродукты. Иск на 15 миллиардов долларов, как немцы вступили в глупую схватку с Газпромом. Представьте себе картину, немецкая компания Uniper, словно капризный ребенок, подает иск на 15 миллиардов долларов против Газпрома. Да-да, вы не ослышались. Немцы решили, что могут выкручивать нам руки, не платя за ГАЗ по новым условиям, которые, кстати, они сами же и потолкнули. Все началось с того, что Запад и Европа, как в лучших традициях бабушкиных сказок, решили вести санкции. Ну, а что? Думали, что можно обойтись без наших ресурсов? Взяли и наложили санкции. Только вот не учли одного – ГАЗ-то нужен. Очень нужен. И тут появляется наш мудрый лидер Владимир Владимирович, который предложил простой и изящный выход – платить за ГАЗ в рублях. Логично, не правда ли? Если у вас заблокированы валютные платежи, почему бы не перейти на родную валюту? Реакция немецких партнеров, но немецкие партнеры решили, что они умнее всех. Uniper, заключившая контракт на 20 миллиардов кубометров газа ежегодно, отказалась платить в рублях. Представляете, это четверть всего потребления энергии в Германии. И что же они сделали? Правильно, отказались платить, думая, что газ будет продолжать течь по трубам просто так. Конечно, Газпром мгновенно прекратил поставки. А что вы хотели? У нас нет таких обязательств – обеспечивать Европу бесплатно. Это вам не благотворительность. Теперь давайте взглянем на Uniper. Эта компания была на грани банкротства всего два года назад, и ее спасло правительство Германии, влив почти 30 миллиардов евро. Не много ли для спасения компаний, которые не могут соблюдать элементарные договоренности? Их национализировали, и в 2023 году они показали хорошие финансовые результаты с доходом около 108 миллиардов евро. Но как только запахло жареным, они сразу же подают иск в Стокгольмский арбитражный суд, требуя компенсацию в размере 15 долларов миллиардов. Контракт с Газпромом продлевается до 2035 года, но в свете отсутствия поставок газа Uniper планируют его расторгнуть. Почему? Да потому что из-за задержки с платежами в рублях они вынуждены были покупать топливо на спотовом рынке по гораздо более высокой цене. Это чуть не привело компанию к банкротству. И это при том, что сами США и Европа препятствовали нам получать валютные платежи. Мы добросовестно исполняли свои контрактные обязательства, оставляя газ. Надо сближаться. Финский министр финансов признал экономический крах и призвал сблизиться с Россией. Иногда не нужно быть шахматистом или великим, чтобы понимать, какие последствия тебя ждут за твои же деяния. Для этого просто надо хоть немного шевелить содержимым в своей черепной коробке. Правительство Финляндии очень поспешило с введением санкций против нас. Зато как все красиво для них начиналось, уходили хлопнув дверью, показательно сжигали с нами все мосты. А теперь буквально кричат, мы разоряемся. И кому? Спрашивается. Сделали хуже. Новый премьер Финляндии стал считать убытки за предшественником и седых волос на его голове заметно прибавилось. Министр финансов Ри Капура объявила, что дефицит составляет 8-3 миллиарда евро, население стало жить куда хуже. Эксперты, притом не наши, а финские, с горечью объявляют, что рост экономики страны к 2024 будет довольно вялым. Всему виной устойчивая инфляция, люди теряют работу, но по словам все тех же экспертов умеренно. Ко всему и покупать финны покупать стали меньше, что по экономике также ударило. Еще одним немаловажным фактором для упадка Финляндии является тот факт, что в главных для нее экспортных странах Швеции и Германии тоже все плохо. И да, тоже по весьма очевидным причинам. Без российских энергоресурсов в Европе довольно грустно стало. Финский Минфин уверен, что ситуацию надо исправлять, притом срочно. Надо сближаться. Такие призывы все чаще слышно в Финляндии в кругах власть имущих. Но разве кто-то будет слушать каких-то финансистов и экономистов? Нет. Они не слушают и, набив огромные шишки на лбу, все так же яростно прыгают на те же грабли, которые заставляют простой народ нищать. Недавние палки в колеса были весьма показательными. Автомобилям с российскими номерами нет места в ЕС и Финляндии в том числе. Такие гонения попахивают откровенным шовинизмом. Не вяжется это с образом терпимых и дружелюбных европейцев. Впрочем, маски давно сброшены. Это, конечно, их право, их границы. Но я не понимаю одного, это так вы с нами сближаетесь? Пока в Государственной Думе звучат призывы закрыть границу в ответ, я считаю, что подходить к делу надо основательнее. То есть никакого экономического сближения, о котором говорил Рий Капура, быть не должно в принципе. Если этот народ не понимает очевидных вещей, то о чем можно говорить? Видимо, пока не так сильно ощутили экономический крах. Ничего, у них еще будет такая возможность ощутить все прелести своих неразумных решений. Если сближаться, то это не должно быть как одолжение. Мол, так и быть, можете снова нас поддерживать и содержать, так и быть. Это должен быть нормальный диалог и публичные извинения со стороны финского правительства. Такие выпады не должны оставаться незамеченными. Финны придут, это лишь вопрос времени. Но стоит ли их прощать? Дорогие друзья, а как считаете вы, что должны сделать финны, чтобы мы вновь могли им помогать? Как считаете, долго ли их правительство будет заниматься показухой в ущерб благосостояния народа? Поделитесь своим мнением в комментариях.